Ежели русский вам скажет, что не любит родину, не верьте ему, он не русский. Если кто погубит Россию, то это будут не коммунисты, не анархисты, а проклятые либералы. Но хозяин России есть один лишь русский. Так есть и всегда должно быть. Высшая и самая характерная черта нашего народа – это чувство справедливости и жажды ее. Русский либерал прежде всего лакей и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить. Итак, я сейчас нахожусь в роли Достоевского. Что я чувствую? Первое ощущение в теле – это такая слегка сутуленная спина, но не то чтобы сутула, а просто плечи чуть вперед. Ощущение очень мужское, то есть здесь прям вот очень-очень мужская натура. Суровая, немножко какая-то мрачность присутствует. Сила, напор, ощущение себя большим человеком, большого ума, большой души и больших знаний. Это не похоже на нарциссичность. Это больше про внутреннее величие, но какое-то спокойное, как факт, как будто это как факт. Я просто себя таким ощущаю. Я такой и есть. Вот такой прям как мужику так хочется идти. Мне не хочется улыбаться вообще в его роли. И задумчивость. Есть определенный уход во внутренний мир. Внутренний мир богатый, он находится вот здесь, в этой зоне. В зоне груди. Там прям залежи всего. И когда я пишу свои произведения, выкладываю мысли вот не из головы, а вот отсюда. Как будто я пришел с этим багажом. Уже я с ним. Но еще очень многому меня и жизнь научила. Мне пришлось пройти тяжелые этапы в своей жизни, которые меня напугали, потом закалили, частично опустошили. В общем, была сильная переоценка ценностей и всего вообще происходящего. И своей жизни, и самого себя, и правящего строя. В общем, много тут всего. Во мне так много всего, что кажется, что я могу писать бесконечно. Писать, писать, выкладывать что-то на бумагу, говорить. Я могу, в принципе, и говорить. Говорить вот так серьезно, глубоко, назидательно, может быть, даже где-то. Я говорю вот прям безапелляционно. Как вот так и все. Как должное. Много очень глубины и уверенности в том, что я говорю, и в том, что я несу в массы. Что идет первое вот сейчас в голову? Это то, что я недоволен, что я рано умер. Где-то в 59 лет, по-моему, он умер. Я недоволен. Я зол на это. Я зол, я злюсь. Я еще мог сделать так много. Я бы хотел долго прожить. Как Лев Николаевич Толстой. Долго. Желательно, там, чуть ли не до 90 лет. Ну, хотя бы до 80. Я ушел рано. И я злюсь на это. Я злюсь на этот кусок судьбы. Ну, ладно. Здесь я же бессилен. Я что, я причувствовала свою смерть? Я чувствовала, что я не переживу зиму. Как я отношусь к России и все, что с ней связано? Я абсолютно, сто процентов, русский человек. Вот я весь пронизан всем русским. Я настолько русский, что... Не знаю даже, как это вам передать. Ну, как будто я и есть русская земля. Вот до такой степени. Я для России сделал... И сделал, и сделал бы все дальше. Да, если мог. Меня вообще не интересует никакой другой мир, кроме России. Я считаю, что Россия самая богатая в плане какого-то культурного пласта. И в плане глубины. Я не знаю, как это объяснить. В плане глубины. Как будто вся истина почему-то в России. Ну, я так решил. Я так это чувствую. И я это озвучиваю. Может, у меня какой-то протест против других стран. Непонятно. Но вот я прям пропитан русской землей. Я с ней как будто нитками невидимыми. Весь-весь сшит. Вот такой сильный тут русский дух. У меня ощущение, что я интуитивно ощущаю какую-то силу во всем этом русском. Это какая-то сила необыкновенная, которой как будто бы нигде больше на Земле нет. Ну, это мое видение мира. И я буду на нем настаивать. Что вам еще рассказать? Жену я свою любил, уважал. Вот вторую Анну. Детишек мы сделали. Детей я хотел. Я рад очень детям. И все. Потому что вот остальное, как бы, остальное я живу из этого внутреннего мира, который у меня внутри. Я понимаю, что я странно как-то сейчас излагаю свои мысли, но это вот глубина и какая-то очень большая фигура внутри меня. Вот моя душа, моя личность, очень большая фигура. И я вот все, что несу в этот мир, я вот выкладываю вот из этой внутренней фигуры. Мне кажется, я вел достаточно правильный образ жизни. Я не чувствую потребности в алкоголе или в переедании или, наоборот, в каких-то других крайностях. Я чувствую, что моя голова, она просто занята работой, она занята мыслями. Я такой, как мыслитель, философ какой-то даже. Философ, психолог. И для этого мне нужно быть трезвым. И мне нравится это состояние, потому что я наполнен здесь в этой трезвости. Итак, сейчас прочитал несколько, ну, назовем их так, фактов или баек обо мне. И как бы я на них ответил, что я сам про это думаю. Например, первый факт, что я был игроком, проигрывал деньги. Там, рулетка, ставки и так далее. Это отзывается. Хочется сказать, да, такое было в моей биографии. Я расточителен. Я не умею держать деньги в руках. Мне нужен какой-то то ли казначей, то ли финансист, финансист, который будет уберегать меня от растрат. И, наверное, частично моя вторая жена выполняла эту роль. Она приберегала какие-то денежки и тогда хватало на семью, на издание книг и так далее. Есть такой вот расточительность и какая-то... Вот как будто деньги вот уходят, вот уходят. Вот это я ощущаю. Какая-то... Ну, такая просто программа внутри. Я сам не понимал, что с этим делать. Потом, потеряв деньги, переживал, побирался там, просил долг и так далее. В общем, эта тема отзывается. Второй факт о себе или байка, который я прочитал, это, что я ненавидел женщин, падал в обморок при виде их. Нет. Сразу говорю, нет. Всё по-другому. Я мог сильно впечатлиться красотой женщины или, ну, чем-то таким. И, может быть, действительно мог упасть в обморок. Это как бы я могу предположить. Но, что я их ненавидел, нет, значит, такого не было. Я, в принципе, вот смотрю на портрет второй жены и она мне нравится. Она такая, может... В ней даже есть что-то такое звериное, что-то такое жёсткое в глазах. Мне это нравится. У меня улыбка от этого. У меня тепло к ней, прям такое похожее на любовь. Может быть, в нас есть что-то похожее. Я тоже не самый простой персонаж, не самый позитивный такой, не самый жизнеутверждающий. Я своеобразный. Но многие женщины, да, они могут меня раздражать чем-то. Но есть категория, которая мне нравится, которая меня устраивает. Я просто такой строгий, строг я в чём-то. Категоричен могу быть. Ещё один я прочитала про себя слух, что я якобы шизофреник. И меня Тургенев, что ли, кто-то там прям за глаза называли шизофреником. Я не ощущаю в себе психических недугов, потому что я в своём уме и светлой памяти я себя ощущаю целостно. Никакого раздвоения личности или расстроения я не чувствую. У меня ощущение, что это просто злые языки, злобные, которые позавидовали моему успеху при жизни и распространяют обо мне мрачные слухи. Не отзываются мне психические недуги. Что ещё? Что-то я хотела сказать. Ну ладно, идём. Потом, если вспомню, скажу. Так, Достоевский плохо себя вёл с женой, ходил в борделе и подцепил сифилис. Я, может быть, куда-то и ходил, но это было, может быть, по молодости. Я не чувствую, что я плохо жил со второй женой. У нас были какие-то ссоры, что-то было, конечно, но скорее больше нормального, чем плохого. В общем, непонятно, что такое фифти-фифти на эту тему. Но вот прям, что это именно про меня и что я подцепил сифилис, не пойму. Нет ответа что-то внутри. Ну, особо не отзывается. Так, что ещё здесь я прочитал? Что ещё? Сейчас посмотрю всё. Достоевский был практически нищим. Да, да. Да, если бы не вторая жена, так бы и был, в общем, вечно без денег. Вот насчёт того, что я был страстным игроком, у меня прям вот аж ком в горле. Не ком, а вот спазм в горле начинается. Как-то мне эта тема не нравится. Я не знаю, может, я по неволе был этим игроком, может, я хотела отыграться, денег каких-то, вот, вечно из долгов вылезти. Но вот прям, что... У меня к этому душа лежит. Нет, не лежит. Так, Достоевский был педофилом. Педофилом. Главный источник этой сплетни критик Николай Страхов, который считался другом Достоевского. В письме к Ольву Толстому от 23 ноября 1883 года он жаловался, что ему сложно написать хвалебный текст о Достоевском, ведь он знает про него всякие мерзости. Его тянуло к пакостям, и он хвалился ими. Так, Висковатов стал мне рассказывать, как он похвалялся, что соблудил в бане с маленькой девочкой, которая привела ему гувернантка. Толстой на это никак не отреагировал. Почему Толстой? После его смерти переписка была опубликована. А, потому что это в письме Толстому сообщалось. После его смерти переписка была опубликована, в том числе, скандальное письмо Страхова. Начались обсуждения. Вдова Достоевского писала гневные разоблачения. Так, был ли я педофилом? Есть какая-то тема, о которой я не хочу говорить. Это не педофилия, это, может быть, был опыт какой-то, связанный с этим, случайный. Но вот прям именно, что я педофил, сейчас я попробую, как следует почувствовать, тянуло ли меня к маленьким девочкам. Ну, тут что-то такое, вот знаете, есть какой-то душок этого. Может быть, я просто как-то противостоял этому. Сам, сам противостоял этим мыслям, старался их не... Ну, что-то такое вот частично только отзывается. В общем, точно, здесь вот не могу точно сказать. Так, а что тут дальше про это пишет? Так, после смерти Достоевского Страхова пригласили разбирать его архив для подготовки собраний сочинений. В одной из записных тетрадей писателя Страхов мог прочитать оскорбительную запись о себе. Никакого гражданского чувства и долга, никакого негодования какой-нибудь гадости, а напротив, он и сам делает гадости, несмотря на свой строго нравственный вид, втайне сладострасен и за какую-нибудь жирную, грубо сладострасную пакость готов продать все и вся, и гражданский долг, которого не ощущает и работу, до которой ему все равно, и идеал, которого у него не бывает, и не потому, что он не верит в идеал, а из-за грубой коры жира, из-за которой не может ничего чувствовать. Так, это, я так понимаю, про меня, про Достоевского так написали. страхов мог прочитать. Так, ну, есть ощущение, что на меня частично наговаривают легкий душок, какой-то, где-то, может быть, что-то такое, правда, есть, но лишь легкий. То есть, вот из этой информации условно чуть-чуть, несколько процентов правды, а все остальное как будто бы наговор. Я все-таки старался быть праведным, я старался быть гуманным и нравственным. Но я не говорю, что я не боролся с какими-то собственными привратностями, не знаю, или с каким-то там сладострастием, как они пишут. Может быть, что-то и боролся, но я не чувствую, что-то прям сильно меня поглощало все эти страсти и мордасти. Так, Достоевский действительно был религиозным человеком. Да, я был очень религиозен, как будто вот прям и прям и старался быть религиозным, и специально себя направлял в это. Так, много размышлял о православии, писал о нем, как о глобальной идее в художественной прозе и публицистике. Да, я считала, что православие объединяет русский народ и объединяет все нации, делает более мощное все это. Так. Так, следующая легенда. Достоевский ненавидел евреев в скобках и поляков. Да, это отзывается. Да, да. Вообще у меня со злостью все в порядке. Я, я, у меня есть злость, я злой бываю, раздраженный. То есть у меня так, ну, нормально с этим все, с ненавистью. Я не самый добрый человек. Кстати, насчет героев, про которые, почему еще меня шизофреник это называли, что у меня герои, там, убийцы, и что я якобы через героев осуществляю то, что не осуществил жизнь. Но я не скажу, что это не то, что я хотел бы осуществить, но не осуществил. Я просто, это одна лишь часть меня. То есть, да, какая-то часть меня может разозлиться так, что ему захочется прибить кого-нибудь. И я это беру и вот эту, вот эту одну свою эмоцию вкладываю в каком-нибудь герою. Да, почему нет? Действительно, иногда хочется кого-нибудь прибить. Я раздраженный человек, я могу раздражаться. Но это не значит, что я маньяк, который вместо того, чтобы стать маньяком в реальности, да, решил писать, и это его спасло от маньячества. Нет, конечно. Нет. Я маньяком себя не ощущаю. У меня нет вообще мании вот этой какой-либо. Нет. Я нравственный человек, я держу себя в узде. Итак, сейчас я немножко отвлеклась. Значит, про что здесь Достоевский ненавидел евреев и поляков? Ну вот да, и все просто идет, да. Я же говорю, я вообще, вот я русский, русский, все про русских, вот у меня русские. Я всех остальных могу презирать. Мне почему-то так близко это к сердцу. Мне так нравится таким быть. Вот, и здесь даже написано, точно, Достоевский относился с любовью только к русскому народу. Точно. Остальные нации он сводил к неприятным стереотипам, чтобы все они оказывались в разы хуже русских. Совершенно верно. Это про меня, про Достоевского. Вообще вот, вот где попали на сто процентов, там попали. Так. Не, не, я всех остальных действительно ни во что не ставлю, обесцениваю. Сразу они у меня все попадают в ранг дураков каких-то. Так, Достоевский был приговорен к смертной казни, но его помиловали. Я уже вам сказал, что у меня был серьезный жизненный опыт, испытание, которое меня сильно напугало, потом закалило, но в то же время оставило какую-то дыру в теле. Эмоциональную. Достоевского ненавидели другие писатели. Могу предположить, что да, я не самый простой человек в общении, я очень на своей волне, я мог кого-то раздражать, может быть, меня кто-то раздражал. Я верю, что были завистники. Были завистники или были просто другие, другие. Я раздражала их тем, что я другой, а они другие. Так, что еще? И сам я такой. В принципе, я даже могу создавать такое общение вокруг себя, чтобы меня недолюбливали. Я не скажу, что у меня нету, потому что порыва, чтобы меня любили. У меня нет порыва дружить, у меня нет порыва быть хорошим. Я очень сложный человек, и я не собираюсь выходить из этой сложности. Мне нравится здесь пребывать, я меняться не буду, и поэтому я такой, как будто бы не совсем коммуникабельный. Так, что еще? Какая здесь легенда? Достоевский постоянно пил чай. Ну и что, чай-то хорошо. Мне идет чай, это хорошо. Так, Достоевский работал по ночам. Не знаю, какое-то сопротивление идет, почему-то вот так хочется закрывать нос, то есть как будто бы, я не пойму пока что за реакцией в роли Достоевского. Но есть ощущение, что мог. Но почему-то я как будто хочу это скрывать. Ну мог, наверное, мог. Я такой же немножко мрачный, и что-то в темноте, ну в смысле, когда везде темно, все спят, что-то делать. Ну, это не мешало мне погружаться во все это внутреннее и выкладывать на бумагу. Так, страдал эпилепсией, но умер от другой болезни. Да, конечно. Да, я умер от другой болезни, а приступы падучие у меня были. Так, а здесь что пишут про это? Таинственные припадки случались с Достоевским еще в юности. Его друзья назвали именно припадками. Ему могло стать дурно на улице. Так, он сопровождался вскрикиванием, потерям сознания, судорогами, конечностями лица, пеной во рту, хрипучим дыханием, сокращенным пульсом. Припадок продолжался 15 минут. Во второй раз, после чего приступы стали регулярно повторяться, так. Некоторые исследователи не согласны с тем, что у Достоевского была именно падучия. Во-первых, приступы эпилепсии не длятся 15 минут. Во-вторых, с той интенсивностью, чистотой, которая была у Достоевского, вряд ли смог бы заниматься литературой, болезнь вызвала бы расстройство мозговой деятельности. Расстройство мозговой деятельности я либо не чувствую, либо категорически вообще отрицаю вот это вот, что мне пытаются приписать ШИЗУ какой-то, категорически это отрицаю. Так, в семье Достоевских были распространены болезни сосудов. Так, ну, в общем, не важно, были какие-то, были припадки, но почему-то, когда я о них говорю и думаю, он все время, ведь я в его роли облизываю губы. Не знаю, так странно, как будто бы какое-то удовольствие он получает, может, какие-то вторичные выгоды были от этой болезни. Но он как будто с удовольствием эти губы облизывает. В общем, как-то так. Во-первых, я знал, что я от них не умру, поэтому я был спокоен. Почему-то я был уверен, что от них я не умру. И так и получилось. Я от них не умер, я от другой болезни умер. Как раз от той, которой я знал, блин, что я эту зиму не переживу последнюю. Вот злюсь, видите, опять злюсь, прям вот волна злости. Я хотел долго жить. Говорю, до 81, до 82 лет. Вот так вот я бы хотела жить. Я вот, ну, недоволен я вообще вот и собой, и этой частью своей судьбы. Ладно, что я хочу сказать, если, ну, допустим, мне вот сообщили, что меня уже, что меня читают, что я великий писатель, что после моей смерти еще больше популярность обо мне, хотя, в принципе, она меня настигла и во время жизни, а после смерти еще больше, что меня проходит везде, где можно, в учебных заведениях, цитирует и так далее. Что я от этого чувствую? Только одно разочарование, что я не смог дать больше, что я, мне хочется сказать, я мог дать больше, я мог дать больше. У меня очень много всего внутри. Много, много, вот здесь прям и в животе, и в груди, вот все эти знания какие-то, почему-то энергетически они тут сконцентрированы, что еще самое великое произведение было впереди, я его не написал, вы еще не знаете, самое великое было бы впереди, там, от старости лет, от 70 я бы выдал вообще шедевр, но я его не выдал, потому что рано ушел из жизни. Вот только мои ощущения, видите, такой перфекционист, перфекционист и трудоволик, и, ну, просто я такой, я просто чувствую, что я мог, я чувствую, что я мог, но не получилось, потому что не прожил дольше. Ладно, какое у меня в будущем поколение, в будущее, если у меня какое-то послание, изучайте себя, изучайте других, изучайте натуру людей, это интересно, это и есть жизнь, в этом есть смысл какой-то изучать людей, то весь смысл, кстати, в людях, вот на земном шарике весь смысл именно в людях, в человеческой натуре, как будто вы умнее будете становиться, если вы будете это изучать. Это будет давать какую-то глубину и психологические знания. что еще? Хотела бы я что-то еще передать. Лечитесь вовремя, лечитесь вовремя, и тогда вы не умрете рано, как я, если вы, конечно, хотели бы пожить подольше. Надо лечиться вовремя. Если у вас есть средства, возможно, если живете вы в том времени и месте, где умеют лечить болезни, лечитесь вовремя, чтобы ничего не запустить, чтобы потом болезнь не была уже неизбежна. Понимаете? Вот это второе послание. Сейчас, может быть, еще третье будет, подумаю сейчас. Пусть каждый из вас найдет свою землю и прирастет к ней. Ну, вот как я был срочен с русской землей. Я знаю, что не все, не все могут чувствовать такое чувство, как я, к русской земле. Можете найти свое, свой кусочек земли где-то в другом месте. Но если вы вот будете вот энергетически, эмоционально, энергетически связаны с этим местом, вот как мне идет, прирастете к этому месту, вы будете наполняться этим. Как будто бы вы наполняетесь этим и место наполняете каким-то смыслом. Как будто в этом какая-то сила. В этом какая-то сила, в этом опять глубина, в этом опять духовность, в этом душевность. Потому что нет ничего хуже, чем быть подвешенным, не знаю, каким-то либералом, который сам не знает, чего хочет, который и родину может предать в любой момент, и сам себя предать, и ошибиться. И какой-то вот перекати поле вот это вот, которое связи ни с кем не чувствует, это ни с чем. Но, конечно, кто-то выберет и такую жизнь, жизнь колобка. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от тебя уйду. Ну, это их выбор. Но я таких людей обесцениваю для себя. Для меня это перекати поле, оно и есть перекати поле. Я все-таки за привязанность к чему-то. В этой привязанности есть глубина. Все, что-то я слишком разумничался, слишком разоткровенничался, слишком, наверное, вас грузанул, дорогие мои. Может быть, я слишком такой, слишком грузанутый, слишком умный и загруженный. Может, вы какие-то уже более облегченные, легкие и талантливые по-своему, не так загружены, как я. Но я человек своего времени. Я пришел тогда, когда должен был прийти и загрузил всех своей идеологией. Потому что я такой, я давлю, я навязываю свое. Меня невозможно переубедить. Я сам такой лидер. Ну, как-то так. И мне хорошо от этого. Зато я себя ощущаю целостной личностью. Я ощущаю характер. Я ощущаю, что никто меня не может сбить с толку. Что никто не может меня ввести в заблуждение, увести куда-то не туда. Нет. Я очень-очень такой приземленный и на своей волне и меня с этой волны не сбить. Наверное, это и есть характер. Ах. 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 Ах.